Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 июля, продолжаю дегустацию всех томатов, которые поспели у меня в это время. Поспело очень много, я даже не успеваю их резать. И вот сейчас снова Вова Путин в каталоге номер 230. Только умоляю, пожалуйста, не надо комментариев с политическим таким оттенком. Мы просто дегустируем томат. Вот, ссылку дам на более подробное его описание. Я его описывала в теплице. И каждый раз во время видео говорила, что это название сорта никакого отношения к нашему президенту не имеет. Не надо тут политические баталии разворачивать. Просто сейчас смотрим томат. Вот Вова Путин томат удивил так удивил. Он у меня в теплице вырос таких огромных, достиг таких огромных размеров, что в два раза превысил характеристики сорта. Вот он был там указан 350-400 грамм. Я специально принесла весы, чтобы показать вам, насколько он... Сейчас мы... Подождите. Вот весы. Вот возьму один, например, плод. Это томат, который заявлен 350 граммов за 400-618. И это ведь у меня... Вот этот плод, он не самый первый, не самый крупный. С первых кистей я собирала две недели назад, снимала. Вот такой же... Сейчас пододвину. Смотрите. Вот это действительно, как я их называю, бомбовитые натуральные томаты-бомбы. И я вчера мужу показала. Я говорю, смотри, какой Вова Путин вырос. Вот-вот. Это вот как раньше бабушкины томаты в детстве были. Он все мечтает еще раз отведать бабушкины томаты. Он говорит, что сейчас нет таких вкусных, как раньше у бабушки. Я ему говорю, просто у него эти... На языке уже... Ну, короче, вот эти рецепторы вкусовые изменились. Ему кажется, что раньше было вкуснее. Но томаты сейчас тоже очень вкусные. И сейчас мы разрежем Вову Путина. Посмотрим, что же у него внутри. Ну, и так видно, что томат вот... Вот он прям, знаете, тяжелый. Видно, что он мясистый. Смотрите, еще одно. Ну, в каждом видео я говорю, что так как сорт этот довольно-таки новый, и у него... Ну, не все о нем знают. Чтобы не вводить вас в смущение, я сразу скажу, что на одном и том же кустике этого сорта могут быть и вот такие, как бы более... Как плоско-округлые. Видите, он вроде как плоский. И вот такие вот с этого же... Такой вот вытянутой немного формы. И вот это вот пятно вокруг плодоножки, оно только у незрелых томатов, потом полностью все вызревает, и томат весь становится красным. Зеленого такого ярко выраженного пятна нет. Но меньше разговоров. Сейчас будем потрошить Вову Путина. Так, ну давайте самого большого. Сейчас я его осторожненько. Он такой большой, что мне даже ножа не хватает во всю длину. Ой, какой красивый! И Вовочка вырос. Ну вот, Вова Путин в разрезе. Все, что скрыто у него внутри. И для тех, кто не знает, я вот сейчас вам сразу скажу по всем признакам. Вот сейчас у нас вот это выражение такое модное, бифтоматы. И все спрашивают, а вы выращиваете бифтоматы? Ну еще раз объясняю, что бифтоматы, это все те крупноплодные, которые больше 250-300 грамм, многокамерные, у которых больше количество камеры, четырех, сладкие на вкус, они все относятся к классу бифтоматов. Вот это яркий представитель бифтомата. Смотрите, он, высокий вес у него, почти 700 грамм. У него много камер. У него много камер. Камеры небольшие, у него много мяса. И сладкий вкус, я уже знаю, что сладкий вкус. Вот это яркий представитель бифтомата. Натуральный русский бифтомат. Хотя он пришел, это выражение у нас из-за границы, но у нас сейчас рассмутно. Принято называть. Я вот всем говорю, что вы можете Вову Путина смело называть бифтоматом. Смотрите, у него такие красивые здесь ярко-алые разводы. Обычно вот у таких вот томатов, которые вот с такими, с красными полосами, конечно, повышенная сахаристость. Сейчас еще одного вовочку вскроем. Так, вот этого вот сейчас вскроем. Больше мне нравится. И сейчас будем кушать какого-нибудь из них. И кушать. Вот смотрите, а те томаты, у которых я вот, помните, показывала, вот недозрелые, которые вот еще с этими зелеными, его сразу видно. Вот тут еще непрозрелые в центре вот эти полоски. Но я вам объяснила, что вот он сначала вот такой, потом он будет уже весь полностью спелый. И все эти полоски по мере созревания они исчезают. Видите, вскрываем тот, у которого нет полосок. У него уже нет вот этих белых прожилок. На месте белых прожилок вот такие малиновые полоски. Так что, если вы хотите действительно вкусный, сладкий отведать, нужно ждать, когда вот это вот, ну как вокруг плодоможки, вот эти вот светло-зеленые или желтые пятнышки, они исчезнут. Если вы видите пятно, вот это значит, он еще, Вовочка, не готов. Сейчас будем кушать. Ну это что-то. Ну я сразу сказала, что вот такие томаты, которые мясистые, которые относятся к классу бифтоматов, они не могут быть не сладкие. Мясо прелестное. Я еще потом на улице посмотрю, но на улице он у меня еще не поспел. Ну все, разложила тут куски. Разобрала на части всего Вову Путина. Так, вот мне одна зрительница написала, что изначально сорт называли не Вова Путин, а Вовка Путин, потому что это был его как соседский, ну кто-то знакомый, друг детства, этого селекционера. Так что, наверное, чтобы не путать с президентом, будем называть его Вовка Путин. Вот томат Вовка Путин после дегустации получил у меня наивысшую оценку. Плоды крупные, несистые, много мяса, не очень много семян. И вот эти вот желтые прожилки встречаются только у тех томатов, которые я сорвала раньше, не дождалась полной зрелости. Томаты, которые вызрели полностью, они не имеют никаких внутри таких вот непрозрелых, ни пучков вот этих, ни сердцевин, не белых, которые обычно присутствуют у магазинных томатов. Томат очень сладкий, мясистый. Если честно, они такие тяжелые, даже вот рука устает уже держать. Рекомендую. Вова Путин. До свидания.